И ещё раз здравствуйте, мои дорогие, любимые девочки, мои любимочки. Сейчас мы с вами сделаем такое небольшое гадание для того, чтобы посмотреть, что сейчас сифонит у вас в доме. Сифонит – это я имею в виду, что сейчас такой веет отрицательной энергией, какая вещица в доме вашем. Потому что у меня сегодня был, как говорится, такой вопрос. Мы смотрели, что сифонит у моей знакомой, потому что сифонила очень сильно. Давайте вот посмотрим, что в вашем жилище не то, на что надо, на что стоит обратить внимание. Мы будем смотреть только по одной карте. Очень в общем, но кто знает, тот сразу знает эту вещь, по-любому. Я обычно ещё на игральных, кстати, картах гадаю, да, чищу помещение. У меня есть видео «Ищем негатив дома», как с помощью игральных карт определить, что где у вас не так лежит, подложено, не подложено. А сейчас мы с вами просто посмотрим ту вещь, которая сифонит, которую на картах покажет. Будем гадать на картах Густава Климта, что негативно вот так вот светится, светится этим чёрненьким огоньком, синеньким огоньком. На что надо стоит обратить внимание? Помыть её, почистить, либо выкинуть нахер. Так, разложим с вами на несколько карт. Буду интуитивно раскладывать я. Интуитивно, и мне идёт. Вот на шесть карт хочу разгадать, погадать. Разгадать вам загадку. Так, выберите, пожалуйста, свою карту. Выберите то, что сифонит. Вот, если эта вещь, вот аж тянет меня именно такое гадание сегодня сделать. Выберите карту, на что стоит обратить внимание, что не так, что не так. Вокруг вас или у вас где-то там. И открываем. Открываем, девочки. Есть ли какой-то негатив. Ну, и смотрим. Смотрим. Давайте начнём с карты. Первой, с левой, верхней карты. Это карта падающая башня. Это шестнадцатый аркан. Такое ощущение, что у вас реально что-то должно упасть. Оно такое продолговатое стоит, и оно упадёт. Оно аж хочет, уже вибрация такая идёт, что хочет упасть. Упасть у вас что-то хочет. Не так стоит оно. Это мне говорит о том, что какая-то вещь, да. Это может быть дерево. Это может быть крыша. Это может быть ваза даже какая-то, да, которая уже сейчас мне вибрирует и хочет просто упасть, перевернуться. Как-то упасть и перевернуться. Я бы не сказала, что что-то сифонит и вибрирует сейчас по этой одной карте, а о каких-то негативах не идёт. Но идёт то, что вот, вы смотрите, как ручка, она стоит у вас где-то, да, потом хоп и упала. Хоп и упала. Ну, вот что-то такое. Что-то идёт к упадку. Либо снести что-то. Либо упадёт, покорёжится. Обратите внимание, закрепите всё, что у вас, как говорится, может рухнуть, где вы чувствуете. Дальше посмотрим вторую карту. Это карта Королева Кубков. Так, что у вас в доме? У вас в доме всё хорошо, спокойно сидите, пейте чаёчек, ходите в халате по дому, всё нормально. Ну, по крайней мере, сейчас, на данный момент, ничего плохого не вижу. Дальше. Третья карта, это у нас карта Повешенного, 12-й Аркан. Что идёт мне по этой карте? Идёт много чего. Мы сейчас доложим ещё кое-какие карты. Посмотреть, что же это такое. Девочки мои. Тут идёт такая... В принципе, не очень хорошая фигня. Это как болезнь какая-то. болезнь, и вы уже, в принципе, просто либо заболеваете сейчас, либо чё. Это болезнь. Просто почему её показывает именно, когда я хочу погадать, что у вас сифонит в доме. Не, всё у вас, в принципе, в вашем доме всё нормально. Но такое ощущение, что именно с физическим. Вот вы сейчас в таком состоянии, которое пред заболеванием. Ещё чуть-чуть, и реально можете просто заболеть. Так что обратите внимание сейчас на своё здоровье очень сильно. Если вам что-то сигнализирует, что-то где-то болит, либо болит животик, либо голова, Стоит сходить к врачу, стоит просто заняться собой. А, в принципе, в доме у вас всё хорошо. Дальше давайте посмотрим четвёртую карту. Это двойка кубков у нас. Что у нас сифонит с вами в доме? По двойке кубков, в принципе, тоже можете расслабиться. Всё нормально. Всё хорошо. Обнимашки какие-то выпали. Дальше давайте посмотрим. Я так быстро, девочки, буду сейчас гадать. Просто для того, чтобы вы на что-то обратили внимание, если есть на что обратить. А вот тут вот уже интересная такая, интересная фигня пошла. Карта мага. Первый аркан. Сейчас мы тоже сюда доложим, потому что тут тоже надо диагностнуть. Ого! Ого! Кто к вам домой недавно заходил? Какая-то женщина заходила. Женщина, которая кидывала взглядом ваши стены, что-то рассматривала у вас дома. Головой скользила по стенам. Почему? Почему она? Она вроде бы и нуждающаяся какая-то, как просящая какая-то женщина. Да. Что она хотела? Не, ну, в принципе... Знаете, что мне говорят по этому раскладу карты? Говорят, что заходила к вам женщина. Заходила домой, обсматривала как-то. Но я бы сказала, ничего она такого, в принципе, плохого не несла. Она как просящая была, но в такую, если она еще захочет к вам идти в дом, она уже будет более-менее подготовлена. И тут еще не исключено, что она может что-то подложить. Так что обратите внимание на этого просящего вот мага, да? Что-то просит, хочет у вас что-то... Как вор какой-то хотел умыкнуть что-то. Может быть, и умыкнул, а может быть, и нет. В принципе, вы от этого не обеднели, но могло что-то пропасть. Либо она придет второй раз и что-то подложит для того, чтобы у вас забрать удачу. Так что сегодня, вчера приходила баба, значит, больше ее в дом не пускайте под разными предлогами. Под разными, чтобы она-то вам не просила. Так, и давайте посмотрим последнюю карту. Это у нас девятка жезлов выпала. Тут, в принципе, тоже ничего страшного. Все хорошо, можно жить, продолжать. Идем, девочки, по приборам, как говорят пилоты кораблей летающих. Ну все, вот такое было гадание. И я думаю, что кое-кому надо задуматься. Это вот первой карте, третьей и вот этой пятой девочки. Тут не пускать гадость в свой дом, чтобы не своровали, да не подложили. Тут о своем здоровье подумать, потому что идет как заболевание, что это заболевание может вырвать вас из дома, понимаете? А тут что-то может упасть, как что-то разрушится может. Все, а остальные три девочки, все хорошо. Это на самое ближайшее будущее. Так что давайте предотвратим всю фигню. Все, девочки, спасибо за внимание. Всем пока!